Сегодня в стенах Московского художественного театра вновь откроется Пиквикский клуб. Великий роман Диккенса стал олицетворением старой доброй Англии, а легендарный мхатовский спектакль 1934 года символом классической русской театральной школы. Учредителем обновленного Пиквикского клуба выступил режиссер Евгений Писарев. Сам он считает книгу Диккенса психотерапевтической. Чтобы усилить целительное воздействие текста на современного зрителя, постановщик подмешал в викторианскую палитру ярких ренессансных красок, а также заставил героев взирать на мирского стекла двухэтажного лондонского автобуса середины прошлого века. Зачем в спектакле звучит музыка Битлз и почему Александр Феклистов возвращается на сцену МХТ именно в роли мистера Пиквика? Подробности у Нары Ширалиевой. Он вернулся. Не знаем, станет ли присутствие Александра Феклистова на сцене художественного театра Константы, но пока его клуб хороших людей, а вокруг человека с такой улыбкой другие просто и не собираются, открыт для всех нас. Если когда-либо в этой груди вспыхнул огонь тщеславия, радость принести пользу роду человеческому брала вверх, этот огонь угасает. Не знаю, стяжает ли наше дело славу или не стяжает. Да, стяжает. Благодарю. Режиссер Евгений Писарев не станет отрицать, что и персонаж Феклистова, и другие члены Пиквикского клуба чем-то напоминают героев другого очень английского спектакля «Шекспировской 12 ночи» в постановке Деклана Доналана. Я этот спектакль внутренний посвящаю своему учителю Деклана Доналану. И когда я прочел роман «Пиквикский клуб», я, может быть, какие-то вещи общие увидел. И, может быть, не зря и не случайно возник Саша Феклистов, с которым мы тоже вместе работаем с Декломом. Если говорить об ощущениях, то они возрожденческие. Любовь к жизни в ее лучших проявлениях здесь во всем. В ярких красках, в широком застолье, красивых женщинах и смелых мужчинах. Записки Пиквикского клуба – одно из самых веселых произведений Диккенса. Равно как и «12 ночи Шекспира». Комедия без привкуса, горечи. Потому и у спектакля не было шансов стать скучным или мрачным. Актеры до самой премьеры, конечно, не будут знать точное число децибелов зрительского смеха, пока не услышат живую реакцию зала. Ну, пока, к сожалению, слухи о майке нервности слишком преувеличены. Пока, к сожалению, рано говорить о чем-то. Пока мы все еще открываем и открываем. Если говорить об этой роли, то в ней есть такой немного как бы подводный камень. Это время, что ли, и ощущение вот этого самого общего тона, потому что мое как бы актерское впечатление того, что роль сейчас как бы больше, чем... Ну, то есть она еще открыта не до конца. Полузабытое понятие «англомания» предстоит в этом спектакле во всем своем обаянии. Конечно же, это твит, битлз, овцы и файфо-клок, а еще общественный транспорт, как абсолютная сценографическая роскошь. Как мистер Пиквик и его легендарный клуб – символ всей Англии, так и красный автобус – неизменные атрибуты, символ всего Лондона. Но только на сцене Московского художественного театра он мог приобрести такой феерический праздничный театральный образ. Вы забыли, когда в последний раз были свидетелями настоящего хэппи-энда, когда добро побеждало зло? Иногда стоит позволить себе немного лишнего в виде красивой английской сказки. Диккенс все-таки сказку написал для взрослых, поэтому... А я сказочник известный.